Партнеры программы новости. Бурятский деловой центр, коммерческая недвижимость класса А, торговый центр Абсолют, оператор мобильной связи Билайн. Прощай оружие! Полицейские призывают жителей Бурятии разоружиться. Впереди планеты всей. Первенство мира по арбалетному спорту состоится в Бурятии. Веселая драма великого Моцарта. До премьеры оперы так поступают все женщины. Остается всего один день. Здравствуйте! В эфире новости на первом альтернативном. В студии работает Марина Непомнящих. По традиции в начале выпуска краткий информационный обзор событий дня. Завтра утром горожанам, живущим за Горьковским переездом, придется выезжать на работу еще раньше. В этом районе и так ежедневно образовывается затор, а завтра и вовсе движение транспорта будет осуществляться лишь по одной половине проезжей части. Причиной тому ремонт на железнодорожных путях. Рабочие будут разбирать железнодорожный настил. Ремонт продлится один день и завершится утром 17 октября. Улан-Удэ вошел в десятку самых экологичных городов России. Специалисты оценивали 87 субъектов страны по основным факторам. Загрязнение воздуха, потребление воды и ее качество, энергопотребление, воздействие транспорта и обращение с отходами. Кроме того, был создан более подробный рейтинг по отдельным показателям. Здесь Улан-Удэ занимает третье место в списке благополучных регионов по обращению бытовых отходов. Однако этот пункт абсолютно не связан со знаменитыми итальянскими мусорными баками. Здесь речь идет об образовании отходов на душу населения, доле вторичного использования отходов потребления и доле отходов потребления, обезвреживаемых или размещаемых на специализированных свалках. Тем не менее, несмотря на место столицы республики в десятки самых экологичных городов страны, в целом по Бурятии ситуация с полигонами ТБО не самая благополучная, сообщает Улан-Медиа. Бурятские ученые сделали уникальное открытие, аналогов которому нет во всем мире. Речь идет о методе нанесения фторопластовых композитов на стальные поверхности. Это позволяет изготавливать детали узлов трения, которые можно использовать без смазки. Фторопласт термостоек надежен в работе при высоких механических нагрузках и экологически безвреден. А еще этот материал самый скользкий. Единственный его недостаток – невозможность нанесения на металл. Однако сотрудник Байкальского института природопользования смог его исправить. Добавлю, что для населения Бурятии освоено производство фторопластовых добавок к моторным маслам, которые позволяют в несколько раз увеличить стойкость стальных деталей, коррозии и истиранию. Начнем выпуск с происшествий. Еще одно жестокое убийство в Каменске. Вчера в поселке Кабанского района был застрелен 55-летний предприниматель Станислав Попов. Его тело было найдено вчера днем в собственном автомобиле. Мужчина получил два огнестрельных ранения в голову. Главный подозреваемый уже задержан – это 32-летний местный житель. По данным следствия, у подозреваемого мужчины длительное время складывались неприязненные отношения с покойным предпринимателем. По этой причине злоумышленник уже угрожал потерпевшему расправой, а затем после очередного конфликта решился на убийство. 14 октября он взял дом ружье и приехал к кафе «Чайка», где принялся поджидать свою жертву. Подкараулив его, преступник дважды выстрелил в бизнесмена через боковое стекло и сразу же скрылся с места происшествия. Предприниматель умер на месте, задержанный уже сознался в содеянном и сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. Напомню, это уже вторая расправа в этой местности за неделю. 10 октября криминальный авторитет расправился с 18-летним юношей, избив его до смерти. Участившиеся случаи разбоев с использованием оружия стали главной причиной операции, которую проводят полицейские. Она направлена на выявление незаконного хранения опасного для жизни инструмента. За пять дней работы правоохранительных органов было проверено более полутора тысяч владельцев оружия. Очень большое количество выявляется правонарушений, связанных с оборотом газового оружия. Было выявлено 123 нарушения. Из оборота было изъято более 68 единиц огнестрельного оружия. Было вынесено 83 предписания об устранении выявленных нарушений. По итогам операции газовое оружие к административной ответственности было привлечено порядка 120 человек. Аннулировано 29 лицензий разрешений на хранение оружия. Начальник центра в ходе бесед с владельцами отметил, что многим эти пистолеты и винтовки вовсе не нужны. Поэтому только за период с июля текущего года по сегодняшний день уже 71 гражданин добровольно сдал незаконно хранящиеся у него боевые припасы. В числе которых 71 огнестрельное оружие, 45 взрывных устройств и более 200 патронов. Экс-чиновнику придется раскошелиться на 2,5 миллиона рублей. Бывший директор муниципальной компании «Улан-Удэ» стройзаказчик Сергей Винокуров обвиняется в превышении должностных полномочий. Суд признал его виновным еще в ноябре прошлого года за то, что чиновник, пользуясь своим служебным положением, принял работы по строительству инженерных сетей в 106 микрорайоне «Улан-Удэ». При этом сами работы не были выполнены, однако деньги из бюджета городской казны в размере 14 миллионов рублей были перечислены на счет некой фирмы «Арголесстрой». Когда махинация была раскрыта, эта организация обанкротилась, в связи с чем не смогла компенсировать ущерб казне. Сейчас железнодорожный суд вынес решение, согласно которому Сергей Винокуров должен выплатить из собственного кармана 2,5 миллиона рублей. В «Улан-Удэ» вновь отмечен всплеск автомобильных краж. За 2,5 месяца было угнано более 50 машин. Полицейские отмечают, что больше популярностью пользуются авто отечественного производителя. Так, львиную долю угнанного транспорта составили старые добрые «Нивы», «Лады» и «Жигули» – порядка 40 машин. К сожалению, лишь малая часть преступлений раскрывается. Из этих 40 фактов, у нас из 57 преступлений, у нас 17 преступлений раскрыты пока на сегодня. Как показан анализ, в основном эти машины, преступления совершаются лицами, то есть где-то несовершеннолетним, где-то до 25 лет. И в основном эти машины покатаются и бросаются. Если одни злоумышленники лишь катаются на угнанных автомобилях и бросают их, то на некоторых машинах далеко не уедешь. Еще одно распространенное сезонное преступление – это кражи колес. Однако тут цифры намного меньше, и по сравнению с прошлым годом замечено снижение. Так, за 2,5 месяца было совершено всего 9 преступлений. В прошлом году – 33. В МВД отмечают, что в основном кражи и угоны совершаются с придомовых территорий. Поэтому полицейские призывают жителей Бурятии быть более бдительными и ставить на свои автомобили противоугонные средства. Надежда умирает последней. Коммунальщики из Северомуйского ЖКХ прекратили голодовку. Чиновники все-таки смогли решить проблему с заработной платой. Как обещал глава района, до конца недели весь долг погасит. Деньги уже выделили, и они поступят на счета работников к 17 октября. Если за словом не будет дела, то работники ЖКХ вновь откажутся от приема пищи и будут обращаться уже в Москву. Мы будем следить за обстановкой. Большие пенсии бывших чиновников, неоправданные расходы на оснащение здания Народного хурала IT-примочками и другое. Настало время нашего традиционного пресс-обзора. Слово Владимиру Банчикову. Здравствуйте, я Владимир Банчиков. Наша рубрика «Золотые перья». Сегодня в наших еженедельниках мы отметили три материала. И на первое место поставили статью из номера 1 «ВИП-пенсионеры из мэрии». Бюджет Улан-Удэ трещит по швам. Муниципальный долг превысил 2,4 миллиарда рублей. И до сих пор нет ясности с деньгами для юбилея столицы. И только в этом году на доплаты к пенсиям муниципальных служащих из городского бюджета будет потрачено 34,5 миллиона рублей. Интересно и то, что проблема республиканских ВИП-пенсионеров давным-давно стала притчей в языцах. А факт доплат к пенсиям бывших мэрских работников становится достоянием гласности только сейчас. В статье много фамилий людей, более чем достойных, много сделавших для нашего города. И я уверен, что это не их желание обеспечить себе такую совсем уж небезбедную старость, а желание тех временщиков, которые находятся у власти сейчас и сидят на сильно шатающихся креслах. Продолжим тему чиновничьего аппетита. МК и статья «Расходы на депутатов растут». На замену морально и технически изношенного оборудования Большого зала заседаний, установленный в 2004 году проектор и экран, планируется приобретение видеостены с высоким HD-качеством отображения стоимостью 7 миллионов рублей. Примерно на полтора миллиона будет обновлена оргтехника и мебель. Хочется задать нашим так называемым народным избранникам вопрос. А что, собственно, господа, вы собираетесь смотреть на видеостене в HD-качестве? Пробки на дорогах, очереди в поликлиниках или крестного отца. Собственно, приятного просмотра. Буквально все еженедельники обрушились критикой на зашедший на Улан-Удэнский продовольственный рынок магазин «Светофор» из Красноярска. И не без оснований. МК и заголовок «Абибас» всех нас. Немало важно, что оборот продовольственного рынка Бурятии составляет около 50 миллиардов рублей. И эти деньги могут ускоренно вымываться из республики, создавая занятость в других регионах и обескровливая местную экономику. Как это сегодня происходит на монополизированных рынках теплоэнергетики, электрических сетей, воды и канализации, откуда деньги вывозят в Москву, Красноярск и Читу. Если региональные и местные власти не поддержат своих, тогда на нашем рынке будут кормиться иногородние, оставляя добавленную стоимость у себя, а вовсе не у нас. В начале 90-х половина нашего города ходила в китайских спортивных костюмах с надписью «Абибас». Ну, перепутали ребята в ППХ и перевернули латинскую букву «Д». Но, собственно, вывод один – поддержим местного производителя, но и продавца. На сегодня это все. Увидимся. Зрители нашего канала пожаловались нам на ремонт, который проводят дорожники по улице Солнечной. По их словам, работы движутся медленно, а неудобств для жителей этого района масса. Наша съемочная группа выехала на место. По словам самих работников, эти жалобы не обоснованы, так как все идет по плану. Уже к концу месяца должен закончиться капитальный ремонт. Дорожники постелили новое дорожное полотно вместе с ливневой канализацией. В скором времени обновят дороги по улицам Ключевской, Мирной, Керамической и Пестеля. Проехать по отремонтированной улице Солнечной автолюбители смогут уже 24 октября. Все в Бурятию. В столице республики пройдет чемпионат мира по арбалетному спорту. Об этом официально заявили сегодня члены Российского арбалетного союза на пресс-конференции, посвященной мировому первенству. Делегация уже второй день прибывает в Бурятии, осматривая спортивные площадки и достопримечательности нашей республики. Сегодня гости из Москвы поделились своими впечатлениями с журналистами. Слово Натальи Домбаевой. На Генеральной Ассамблее, посвященной вопросу проведения чемпионата, мы несколько часов доказывали, что наша страна действительно способна его провести. Делится президент Всероссийской Федерации стрелковых многоборий. Напомню, в сентябре этого года Россия стала первой в мире по стрельбе из арбалетом. Следовательно, роль принимающей страны перешла к нам. Однако некоторые европейские государства выразили свой протест. Почему-то были против и немцы, и австрийцы, и исландцы, что исландцам вообще непонятно. Но, тем не менее, нам удалось доказать, что мы сможем сделать не просто чемпионат мира, он по счету будет 18-й, а мы проведем лучший чемпионат мира именно в республике Бурятия на берегу озера Байкал. Отмечу, что Улан-Удэ обогнал даже такие мегаполисы, как Москва и Санкт-Петербург. Мы рассматривали различные варианты, в том числе, естественно, и такие города центральные, как Москва, Санкт-Петербург. В том числе был вариант даже Иркутск, мы рассматривали. Но в результате долгих дискуссий, полемиков, оценивая ситуацию, мы пришли к выводу, что, на наш взгляд, один из самых оптимальных вариантов было бы проведение чемпионата мира в республике Бурятия. В частности, в городе Улан-Удэ. Неудивительно, что у каждого возникает вопрос, почему именно Бурятия. Все просто. Сложилась традиция проводить чемпионаты в основном в европейских городах. А наша республика является некими воротами в Азию, говорит президент Союза. И в этом ее особенность. Республика Бурятия находится в таком уникальном положении, когда мы можем подтянуть для проведения чемпионата мира такие государства, как Монголия, Китай, скажем так, азиатскую часть. И действительно провести очень уникальный чемпионат по своему набору участников. Плюс ко всему, члены Союза оценили и наши спортивные сооружения. Делегация уже осмотрела площадки на Байкале, центральный стадион и физкультурно-спортивный комплекс. Однако, окончательное решение, где будет проходить чемпионат, пока еще не принято. Возможно, что сразу на последних двух площадках. А вот приглашения на первенство уже начали рассылать по всему миру. Так, с 19 по 27 августа 2015 года столица Бурятии будет принимать на Байкальской земле гостей более чем из 20 стран. Наталья Домбаева, Вячеслав Батоев, первая альтернативная. Один день до премьеры. Оперный театр готовится представить на суд зрителей веселую драму Вольфганга Амадея Моцарта. Новая постановка знаменитой оперы «Так поступают все женщины или школа влюбленных» обещает быть весьма фееричной. Ведь над ней работает целая команда профессионалов. Дирижер Большого театра Филипп Чижевский, немецкий сценограф Марк Богац, известный многим улануденсам немецкий режиссер-постановщик Ханс Йохим Фрай и другие именитые гости. О последних штрихах подготовки расскажет наш корреспондент. Опера «Так поступают все женщины» – одна из самых неоднозначных и интереснейших опер знаменитой триадой, написанной Моцартом на тексты Лоренцо да Понте. Что послужило основой сюжета, светский скандал или обстоятельства личной жизни самого композитора, навсегда останется загадкой. Однако проблемы, затронутые в ней, извечны. Нагромождение комического и драматического, крушение идеалов и мифов и печальный итог. Но расстраиваться не стоит, ведь так поступают все женщины. Главные роли в спектакле исполняют заслуженные артисты республики Ольга Жигмитова, Мунгзул Намхайн, Марина Корабенькова и Биржа Абдамбиев. Приглашенный из Германии режиссер-постановщик решает оживить эту старую, как миф, историю. В новой постановке действие происходит вовсе не в Неаполе, а в нашем городе. К тому же к двум основным влюбленным парам добавляется еще десять. У каждого из нас свой язык тела. Однако, когда язык тела превращается в движение, появляется танец. И здесь мы работаем с каждым преимущественно над движением. Это очень необычно для Бурятии, поскольку здесь все привыкли просто стоять и петь. Музыка Моцарта – это всегда сказка наяву. В данной постановке сказку для зрителей будет создавать дирижер Большого театра Филипп Чижевский. У Моцарта все важно, и партитура написана таким образом, что в тот или иной момент соло есть, скажем, у Габоя, у Флейта, у Фагота, у Валторна. Все инструменты важны. Струнные, безусловно, они большую часть оперы играют. Я хотел рассказать об инструменте, который специально купили для этой постановки. Модель Roland C30 – это электронный клавесин с функцией молоточкового фортепиано, раннего молоточкового фортепиано, для игры речитативов. Увидеть запутанную, оживленную историю великого композитора можно будет уже в эту пятницу на сцене театра оперы и балета. Марина Непомничих, Евгений Козлов. Первая альтернативная. А сейчас мы готовы подвести итоги первой недели смарт-квеста. Победитель найден. Каждую неделю в эфире от телекомпании АТВ мы раздаем смартфоны. И у нас появился первый победитель – это Ольга. Ольга, расскажите, как долго вы искали наш смартфон? Конкретной цели поиска телефона я не имела. Чисто случайно, наверное, женское любопытство помогло. Какие чувства вы испытали, когда нашли сертификат? Ну, сначала я не поверила, конечно, когда уже потом домой пришли. Уже в интернет, в сети, все проверила, уже потом поняла. Ольга, мы очень рады, что вы приняли участие в нашем квесте. Уверена, вы по достоинству оцените качество связи Билайн. Поздравляем вас. Спасибо. Удивительно, мы еще не успели показать все подсказки, а победитель второй недели уже определен. Девушка нашла сертификат в поселке Энергетик. В завтрашних новостях вы узнаете имя победителя. Следите за новостями и участвуйте в смарт-квесте. На сегодня у меня все. Все материалы вы можете посмотреть на нашем сайте. www.baykal.tv.ru Заходите, комментируйте и звоните к нам в редакцию по телефону 454309. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует... Объем инвестиций в проект составил 1,5 миллиарда рублей. Большие скидки в Абсолюте! Стиральный порошок МИФ. Автомат 2 килограмма. Со скидкой 38%. Всего за 99,90. Доместес 1 литр. Со скидкой 30%. И Фейри 1 литр. Всего 59,99. Абсолют. Гарант низких цен. Я твой новенький, классненький смартфон? Уронила. Твой, смотри, какой экран. 4 дюйма. Разбила. В дребезге. А потом наступила. Вот твой андроид. 4, 4. Милая, это был твой. Но если тебе будет легче... Ничего не стоит купить еще один. Билайн Смарт 2. Смартфон за 490 рублей. Билайн. Просто удобно для тебя. Вы не ослышались. Билайн Смарт 2. 490 рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова